Так, поставила на запись. Ещё раз всем доброго времени суток, да, потому что тот, кто будет смотреть запись, я с ним тоже поздороваюсь, потому что людей на вебинаре, как обычно, в самом начале мало, да. Ну что ж, сегодня я вам расскажу свою историю успеха. Я думаю, что она вам будет интересна. И, конечно, так как до этого я побывала в другой компании и оттуда ушла, грубо говоря, ни с чем, то, конечно, я очень рада сегодня вам рассказать свою историю успеха. Итак, я, Аня, работаю вместе с мужем. Мы семья Кононовых. Живём в России, Кировская область, посёлок Мурагина, населением 7449 человек. То есть очень маленькое население. И, конечно, когда я думала, как начать работу, я решила начать работу через интернет. И это, конечно, принесло нам очень хорошие результаты. Родилась я в 1983 году, да, то есть на данный момент мне 33 года. Антон 1987 год, он на 3,5 года меня младше. Я в официальном браке. Катерина, у меня есть дочка, ей 16 лет, 6 ноября исполнилось. И Викуся, нам исполнилось 3 годика в августе, 2 августа. И сейчас мы находимся в звании старшего национального директора. Дата моей регистрации 26 ноября 2014 год. В этом каталоге мы подтвердили звание элитного директора и получили на свой расчётный счёт в банке, помимо выплат сверху ещё и же премию единоразовую 500 тысяч рублей. И на самом деле Фаберлик это сильно, и Фаберлик нам с вами даёт возможности зарабатывать. Но как же я выбирала компанию, и как меня мои ноги привели именно в компанию Фаберлик? Почему я выбрала её? Сейчас мы с вами об этом поговорим. И конечно же в конце вебинара я вам расскажу с чего мы начинали, чтобы был такой быстрый старт. Как сказать, не быстрый старт, быстрый старт я не взяла, но всё равно мы открыли директора за 5 месяцев работы. Итак, кто я по специальности, где я работала? Как такового образования, высшего какого-то большого у меня нет. Но у меня есть куча-куча корочек различных, которые я получила на производстве, за которые я платила, ездила в город, обучалась и так далее. То есть у меня там и повар, и бармен, и парикмахер, и визажист я, и всё-всё-всё вместе там. Значит, как и все, наверное, в детстве, в моём возрасте я успела помыть полы. Я поработала там пару месяцев, конечно же, мне не понравилось. Затем я пошла нянечкой в садик. Нянечкой в садике я тоже мало очень отработала, хотя график хороший, но зарплата маленькая. Потом я устроилась на макаронную фабрику день-ночь отцепной-выходной. Там я уже работала долго, около двух лет. Но работа показалась мне тяжёлой. Я сорвала спину, так как в ночную смену не было грузчика, и мы сами 50 килограмм мешки таскали в мукосейку, чья очередь тот и тащит, и так далее. И, конечно, я сорвала спину, и с того времени регулярно лечусь. Уже более 10 лет я всё время лечу спину. Значит, я ушла на лёгкий труд в связи со здоровьем. Лепила пельмени, чебуреки с 4 утра до 4 вечера. Я работала, график был 5 на 2. Это получается по 12 часов. Я сова, и, конечно, было очень тяжело вставать в 3 ночи, чтобы идти к 4 на работу. И очень страшно. У нас посёлок маленький, фонари ночью не горят. Идёшь, и вот ты не понимаешь, кто впереди тебя, кто за тобой. Конечно, это страшно. Значит, я уволилась с этой работы и пошла работать в бар барменом сутки на 3. Там я работала хорошо, хорошие чаевые, всё, но не моё. Надоело смотреть, как спиваются классные мальчики, молодые, всё, как бы, и на самом деле. Ходили, жаловались, душу изливали. Ну, не жилетка я, не жилетка. У каждого есть свои проблемы, их нужно уметь держать себе. А там, конечно, приходили, пили в бары люди, которые, ну, как вам сказать, некому пожаловаться. Да, вот что-то типа этого. Вот. И, конечно же, я ушла с такой работы, и надоели все эти пьянки, вся эта музыка, бум-бум-бум, целые сутки в голове. Домой приезжаешь, голова квадратная, да, то есть день проспал, ночью не знаешь, что делать, один выходной и опять на сутки. Да, непонятно. Вот. И очень тяжело, да, вот было. А потом, значит, я пошла работать в частный мясной магазин. Тут немножко перепутано почему-то. Я в магазин продукты пошла после мясного магазина. Всё нравилось, отработала несколько лет, но случилась беда. Мой начальник, замечательный человек Николай, он ушёл из жизни, и магазин, понятно, что закрылся. Мы работали там хорошо, успешно, хорошие продажи. Я поняла, что общение с людьми – это моё, мне очень нравилось, да, и мне многие доверяли. Даже, знаете, даже сдачу за мной не проверяли, потому что я всегда вот была честной. И по сей день я стараюсь всегда говорить правду в любых ситуациях, даже если она человеку не нравится, да, и всегда её говорю, потому что правда – это самое лучшее, что может привести вас к успеху. И, конечно же, потом я пошла в магазин продукты, и там работала. Сначала я стала заведующей, потом я поменяла магазин, стала простым администратором, потому что заведующая я была такая, как вам сказать, мне было лет 20-21 год. И тут дело в том, что я работала с людьми, которым было уже за 30, да, и, конечно, меня так это кушали, и морально, и всяко, да, пытались занять моё место, там всё такое. И я как бы ушла, уступила, ушла в другой магазин администратором, и, в принципе, очень хорошо много лет отработала. Вот. Потом, значит, я с дочкой уволилась, сидела год дома, грубо говоря, на шее мужа, дочки делали операцию на сердце. Ну, у нас получилось всё хорошо, без последствий, мой ребёнок остался со мной, жив-здоров. И, что хочется сказать, что вот такие трудные моменты, и семья-то и проверяется, да, то есть мы всё выдержали, всё вынесли. Далее, значит, я пошла после того, как выходила дочку, на бумажную фабрику по 4 смены. Тут мне, конечно, не повезло, так как у меня слабые глаза, плохое зрение, у меня началось конъюнктивит от этой вот бумажной пыли, грязи, хотя работать очень нравилось. Я поменяла на той же фабрике эту специальность на ГСМ. На ГСМ тоже не повезло, аллергия на вот эти вот все химикаты, заправки, там была солярка, бензин, там 92-95 и так далее, там всякие моющие средства, стеклоочистители. То есть я заведовала всем, что может быть полезно для машин, да, грубо говоря, там шины, там считалось, тоже всё было хорошо. Постоянно бензин откуда-то был плюсом, не знаю, может, у них там аппарат был сломанный. Меня всё время спрашивали, где ты плюс берёшь, у прошлого работника был минус, да, то есть всё было. Трудовая у меня от и до уже, и если бы не Фаберлик, пришлось бы заводить вторую трудовую. На самом деле, там уже хоть листы вклеивай, она вся исписана, это правда, да. Вот, есть же ещё некоторые специальности, где я там месяц поработала, фу, ушла, не захотела, да, то есть там же тоже это всё вписано. Моя трудовая деятельность началась с 14 лет. Я в 14 лет вот пошла в школу мыть пол. И я всё это время работала, работала, работала. У меня не было такого, что если, допустим, я отработала год, и мне положен отпуск, чтобы я пошла в этот отпуск, да, я не ходила в отпуск. Я брала компенсацию и работала дальше, чтобы получить двойную выплату, чтобы там свою старшую дочку по-хорошему одеть в садик или ещё куда-то. Ой, лет 10, Надежда, примерно 10 лет, наверное, 12, наверное, 12. Я в Фаберлик пришла, мне был 31 год, да, то есть стаж у меня прерывался, потому что летом, когда я мыла пол в 14 лет, понятно, что я работала 3 месяца. Потом же я шла в школу, оканчивала школу, и поэтому у меня стаж прерывался. Чтобы стаж непрерывный, ну, лет, наверное, 10, я так думаю, да, надо смотреть по-трудовой. Вот, значит, потом, значит, я работала в магазине самообслуживания, тоже мне очень понравилось там работать, всё было хорошо. И у нас с мужем получилась векуська, да, заветные две полосочки. У меня со старшей дочкой разница, считайте, 12 лет, у старшей с младшей, да, они сейчас воюют, не могут найти общий язык, потому что старшая, как сказать, всякие статуэтки, да, копит, коллекционирует, да, а младшая у неё эти статуэтки ломает и хватает. Вот, ближе к делу Ольга сегодня не будет, потому что сегодня история успеха. Сегодня история успеха, история о нас, и каждую среду в 14.00 именно история ведётся. Каждый лидер рассказывает про себя, откуда он пришёл и куда он пришёл. Зависает, да, дорогие коллеги, или нет? Антон, всё нормально, да, хорошо идёт? Хорошо, не будем отвлекаться. Я вышла в декрет с Викусей, и когда Виктории исполнилось 3 недельки, меня, да, то есть новорожденная ещё совсем девочка у меня была, и меня сосредоточились здесь ликвидации фирмы. Вот она стабильность на работе по найму, да, вот она стабильность. И тут я поняла, что нестабильно всё это, да, что нужно что-то такое, чтобы оно было своё, да. И я пошла в соцслужбу, подала день, подала на второго ребёнка в соцобеспечение, 6 тысяч русских рублей я получала в месяц. Понятно, что это было мало, денег очень сильно не хватало. Я пошла, думаю, устроюсь обратно в садик, может быть, так там нянечки требовались. Получилось, что там такая же зарплата, и смысл было терять эти деньги, чтобы получать те, но не видеть по полдня ребёнка. И я пошла уже, как вам даже сказать, пошла просто сидеть дома, досиживать, да. Это как я работала, да, то есть у нас вот такие были высы, кассы, КР-ка. Так мы обслуживали в ресторанах людей, да, то есть я подрабатывала официанткой ещё. Так мы ездили на выездные торговли, снег, дождь, всё вот ездили, всё вот это вот продавали. Прямо хлеб был не завёрнутый, да, раньше же жать ничего не требовалось. Вот так и выкладывали, на лотках привозили. Да, вот я на макаронной фабрике, фотография снизу над станком. И, конечно, очень интересно, очень интересный у меня путь был до сетевых компаний, да. И, конечно, вот я ждала, не стала увольняться, месяц ждала, что выплаты закончатся, я пойду в садик, Вику возьму, кто быстрее, опять нормальное место, да. Но, как вам даже сказать, в два месяца, когда моей дочке было уже два месяца, мне сделали предложение в интернете о работе. Я его приняла, потому что, ну, на самом деле очень сильно не хватало денег, и моему мужу не везло с работой. И я его приняла и начала работать, да. То есть, это известная шведская компания, вот, нормальная компания, хорошая компания, все хорошо, но просто там слишком высокая конкуренция, и за год я там просто вышла на 12%. Я разочаровалась в себе, почему-то не в компании, я разочаровалась в себе, решила, что у меня кишка тонка, вот так и подумала про себя, и пошла искать обычную работу. Не работала я там две недели, вот, и, вы знаете, такая вот жизненная ситуация, что девчонка 17 лет, Инна Каспре, в Украине, пригласила меня в компанию Фоберлик. Да, то есть, дело в том, что я не из той компании в эту перешла, я вообще ушла из сетевого и решила больше и не заниматься, да, вот. Вот, и я, моя первая мысль, конечно же, была опять в сетевой маркетинг, думаю, нет, у меня там не получается сетевой маркетинг только для людей, которые там супер умные, которые там знают какие-то секреты, да, то есть, я вот такого было мнения, вот, и, конечно же, я думала, у меня почему-то закралась в голове эта мысль, и, вы знаете, почему мне не давала покоя именно компания Фоберлик, что я работала год в интернете, и мне никто не сделал предложение в компанию Фоберлик работать, да, никто не сделал, и я сидела и думала, почему, почему, а может быть, тут и есть моя золотая жила, да, то есть, вот, не давала покоя, вот это, вот, знаете, внутреннее чутье, я никак не могла справиться с сомнениями, я отказала, но не хотела терять, да, не хотела терять эту возможность, и, конечно, было очень много сил моральных убито на то, чтобы решить, пойду я в эту компанию или не пойду человек, я по натуре дотошный, я очень люблю изучать все мелочи, прежде чем куда-то пойти, и второй раз мне не хотелось идти туда, где у меня может не получиться, мне не хотелось терять свое время, свои нервы, не хотелось себе еще раз разочароваться, да, то есть, вставать на ноги после падения, как вы знаете, очень тяжело, и я очень уважаю лидеров, которые после падения встали на ноги, они огромные молодцы, и я их понимаю, я их очень понимаю хорошо, и рекомендую вам общаться с такими вот людьми, которые после падения встали на ноги, они в моих глазах намного выше тех, кто пришел, добился, сделал и все, да, вот, я решила разузнать подробнее о компании Фаберлик, конечно же, моя дотошность в итоге мне дала уверенность, и сейчас мы с вами разберем, да, почему я пошла, да, желание работать дома, я не хотела зависеть от начальника, я не хотела, чтобы меня увольняли, когда им надо, это во-первых, я не хотела вставать в 5 утра, в Мурыгина работы не было, я ездила работать все 10 лет практически в город Киров, ну, лет 8 точно, и, конечно, это час, час езды на автобусе туда, час езды на автобусе обратно, я вставала в 5 утра, дома я бывала около уже полдесятого вечера, да, то есть и назад домой с двумя пересадками, вы представьте, мороз минус 30, я стою полчаса между пересадками и просто скачу от холода на остановке, и это 8 лет подряд, да, это, не знаю, врагу не пожелаю, потому что на самом деле домой приезжаешь, ноги опухшие, лицо опухшее, кожа облазит, потому что отморозил нос, да, и вот это вот все, это просто на самом деле это ужасно, и вот так вот мы и работали, да, когда еще я устраивалась на 3 работы, я отлежала в больнице с переутомлением, поняла, что всех денег не заработать, и поняла, что чем больше ты работаешь, тем меньше у тебя времени на хороший доход, то есть это все на своих ошибках, все, кто меня учили, я никого не слушала, кто мне читал лекции, я никого не слушала, ко мне, со мной связывались лидеры из прошлой компании, говорили, Аня, у тебя все получалось, что же это такое, куда ты делась, как так ты вышла сама, такое стечение обстоятельств, что и в той, и в этой компании мне никто не помогал, под меня ни одного человека не зарегистрировали, под меня ни одного человека не провели, и свой бизнес я строила сама и там, и тут, там у меня уже номер давно терминирован, вот, и, конечно, вот страх, ошибка, еще раз повторить эту ошибку, потерять год я не хотела, ну, я думала, я теряю год, но я решила вообще полностью все досконально разузнать, да, то есть, вот это вот все, и я попросила дать сначала координаты наставника девушки Инны, и, конечно, попался мне Коля Андрейко, я его часа два мучила вопросами, я его очень долго расспрашивала, он терпеливо на них отвечал, и рядом сидел недовольный муж, потому что он был против, чтобы я пошла в сетевой маркетинг, и, конечно, как даже сказать, мне очень понравилось, что Николай уважительно относится, он тогда был на уровне уже старшего директора, но Николай мне показался простым, открытым человеком, и он очень уважительно относился к каждому моему вопросу, и очень внимательно на него отвечал, то есть, получается, что он не чувствовал своей высоты перед новичком, то есть, он был простым человеком и просто говорил все как есть, и это для лидера очень хорошо, это поднимает лидера в глазах новичка, чем бы лидер сидел и говорил, да я, да у меня, и так далее, одно дело рассказать свои результаты, другое дело сидеть, воображать с короной, воображаемой на голове, и тут у нас тоже получилась такая ситуация, что я доверилась этому человеку, потому что в итоге оказалось, что мы сошлись, потому что я взрывная, энергичная, а Николай, он спокойный, поэтапный и рассудительный, да, то есть, у нас с ним получился прекрасный союз, и мы с ним создали прекрасную систему для работы в интернете, да, то есть, мы с ним трудились и создавали ролики все по очереди в день, не по одному, да, то есть, очень-очень трудились, как раз с ним вдвоем и шли как раз таки рука об руку, да, вот, и приятно, конечно, осознавать, и вы осознавайте, что все мы с вами знаем, что в нашем бизнесе нету начальников, мы все с вами полноправные, полноценные бизнес-партнеры, да, просто разных званий, да, кто-то наичок 3%, кто-то серебряный директор, да, но все мы с вами бизнес-партнеры, вот, ну, конечно, партнер партнером, но я как бы не допустить вторую ошибку второй раз, как же я выбирала компанию, я загуглила новости в интернете, и хочу сказать вам, что все советы были о том, чтобы в первую очередь, смотрите, чтобы компания была не менее, чем 10 лет на рынке, не менее, да, это, если компания не менее 10 лет на рынке, это значит, что она прошла хотя бы один кризис и устояла, то есть она стабильна, да, вот это самое важное при выборе компаний, вот, и второе, чтобы компания состояла в РДСА, в РДСА, это член ассоциации прямых продаж, посмотрите, там компаний 8 всего лишь, там очень мало, да, очень мало компаний, и Фаберлик входит, и все хорошо, и, конечно, мы с вами должны сейчас все знать и все понимать и быть уверены в своей компании, в компании Фаберлик по той простой причине, что если есть компании официальные, сетевые, все хорошо, но если компании 2 года, 5 лет, понятно, что еще не миновал кризис у этой компании, да, устоится она на рынке, не устоится, и если вы строите свою структуру, вы же должны быть уверены, что и через 10 лет вы будете получать свои выплаты, а компания не распадется, да, то есть компания должна пережить кризис, компания Фаберлик пережила уже несколько кризисов, в компании Фаберлик уже когда-то давным-давно был пересчет баллов, перестройка маркетинга, его уже не собираются менять, и это тоже здорово, это тоже классно, что в компании уже все устоялось, да, компания уже зарекомендовала себя как надежный партнер и даже во время кризисов, да, и конечно, какие же компания платит выплаты, мне что же было интересно, я нашла, что это самые большие выплаты на сеть, 23%, я сейчас беру в пример компании, которые входят в РДСА и более чем 10 лет на рынке, другие компании я не рассматривала, я не рассматривала, да, вот, значит, до директорский маркетинг план меня покорил, и я пошла смотреть с директорского и выше, да, все мы с вами знаем, какие у нас бонусы из компании, быстрый старт, да, вы можете за полгода, к примеру, открыть серебро, рубины и получить двойные квалификационные бонусы, да, далее, значит, как раз-таки вот эти квалификационные бонусы, да, мы их уже получили семь, да, позже я вам расскажу о них, бонус материнства бонус установления, таких бонусов нету ни в одной компании, мне они тоже очень понравились и покорили, бонус стабильности, это бонус, когда вы не падаете в уровне, держитесь на одном уровне, и вам компания платит за это деньги, что вы молодцы, да, то есть можно не расти, но нужно не падать, чтобы получать бонус стабильности, и, конечно, бонус развития, шикарный бонус, мы его уже получили один раз, и это бонус с уровня подтвержденного бриллиантового директора, вы будете получать 30% со всех подтвердивших квалификацию директоров, то есть и директора будут получать в полноценном объеме свои премии, и вы будете получать 30% от каждого получившего премию директора, это тоже шикарный бонус, и нам перечислили, мы подтвердили бриллианта, прошло, по-моему, 5 каталогов, и вот за эти 5 каталогов у нас подтвердилось много директоров, и мы получили около более 100 тысяч рублей точно этот бонус, вот, и, конечно, третий вопрос, с чем я буду работать, что за продукция, мы все с вами знаем, что продукция должна заканчиваться, быть хорошего качества, и желательно, чтобы был 141, да, спасибо. Да, конечно, Лейла, бонус стабильности выплачивается с уровня подтвержденного бриллианта до, ну, вот до того, как у тебя подтвердится в структуре бриллиант, да, то есть, если у тебя уже есть какой-то из веточек бриллиант, то ты будешь получать премию только до этого бриллианта, за эту ветку, вот, извиняюсь, закашляла немножко, и меня тогда еще покорило, хотя тогда не было Денаса, не было Аленой Ахмадулиной, не было таких суперских коллекций детской одежды, очень много чего не было, но тогда уже была косметика для дома, система по управлению весом, а я после родов набрала 20 лишних килограммов, и, конечно, БАДы, были БАДы, и тогда уже была вот эта вот сингара, бактериофаги, пребиотики нового поколения, которые излечивают нас без антибиотиков, да, то есть, это полезные вирусы, которые борются с болезнями различного типа, да, вот, допустим, спрей для рук убивает даже стафилококк, да, вот давайте так я вам покажу, что вот они на самом деле хорошие, да, и вот этот мощный широкий ассортимент, он меня и покорил, то, что он дает возможность приходить различным людям, да, кого не интересует косметика, того будет интересовать экологически чистая и безопасная косметика для дома, да, кого не интересует чистый дом и косметика, тот может одевать своих деток, да, к примеру, и так далее, то есть, человек может приходить на разную продукцию к нам в компанию. Катерина, вам нужно побывать на школе маркетинг-плана, циферки, я вам сейчас сначала вам отвечу на вопрос, я скинула с августа 20 килограмм, вот сегодня я встала на весы, у меня радостное событие, я скинулась за то, что набрала, низкий поклон компании Фаберлик за ее систему управления весом, причем компания Фаберлик со своей системой управления весом еще и выходит, выводит токсины с организма. С августа по сегодняшний день минус 20 килограмм. Екатерина, вам нужно побывать на вебинаре по маркетинг-плану, выплаты платятся от 3%, если вы лично делаете 50 баллов. Обычно новички начинают делать 50 баллов с уровня 6-9%. Каши ела, супы ела, каши нос затыкала, пила, терпеть ненавижу лен, честно вам признаюсь, но лен, он идет в системе управления веса очень высококачественной. Все мы знаем с вами, что лен дает слизь, и чем больше слизи в каше, тем выше качество лена. Почитайте, просто загуглите про лен, чтобы мои слова были подтверждены научными какими-то исследованиями. И чем больше слизи, тем лучше обволакиваются стенки кишечника. А кишечник – это вся наша иммунная система. Поэтому, ну, вам понравились каши, мне, простите, нет. Но я их пила, я их пила, разводила по гуще и быстренько так хоп-хоп-хоп. Да, они 80 калорий, они напрочь убивают аппетит, и они лечат кишечник и так далее. Ну, давайте сейчас не будем о системе управления весом. Если хотите, я вам расскажу свои личные наблюдения. Честно скажу, что первый месяц, когда я начала пить, я усыпалась прыщами сильными, но потом эти прыщики прошли. Я писала в обратную связь, мне сказали, из вас выходят токсины. Да, супы очень вкусные. Я супы как раз полюбила, я их ем. Мне очень нравится суп из шпината, очень нравится грибной суп, там есть семя льна и так далее. Супы мне очень понравились. Что меня еще привлекло, да, это минимальный заказ для получения объемной скидки. Если мы с вами покупаем продукцию не за половинчатый, а за полный балл. Половинчатый балл – это у нас акции, одежда, нижнее белье, да, колготки и так далее. Это все половинчатый балл. Есть полный балл, да, продукция, которая не участвует в акциях. Продукция Сингара идет полный балл, да. Продукция ДНСМС, наша новая, идет полный балл. И, конечно, надо 50 баллов. Если брать полный балл, то 50 баллов – это 3750 и 4000 вместе с доставкой. Все замечательно, но я, конечно, первое время ездила за 35 километров, забирала заказ в город, каждый каталог. Потом я уже начала делать один заказ в конце каталога, другой заказ в начале каталога и оплачивать их до конца и в начале, и ездить забирать уже два вместе. Да, тяжело, но время экономится. Ездила раз в 42 дня. Недавно у нас открыли агентский пункт. Сначала открыли почту доставкой России, потом открыли агентский пункт. И сейчас я счастлива и довольна могу выбирать и забирать продукцию. И это просто очень-очень радует, да. Вот. А далее, что меня порадовало, это списание объемной скидки 65% от заказа. Да, то есть мы с вами с 9% примерно начинаем зарабатывать около 2-3 тысяч рублей, да, смотря какое построение у вас в структуре, смотря какие веточки, да, чтобы получать полноценные выплаты, нужно, чтобы ваши веточки были одинаково росли, чтобы ветка наставника не перегоняла, чтобы ваша ветка ветку наставника не обгоняла, да. И сама я не стала открывать, я считаю это лишней тратой времени. Вот я такая, я интернетчик, ребенок маленький, грудной и, ну как грудной, годик был, когда я ей пришла. И я хочу сказать, что нет, я решила, что мне это не надо. Беготня с коробками, тем более у меня больная спина, я ее постоянно лечу, так как на макаронной фабрике я ее надсадила, я решила, что мне это не надо. Я оплачивала первые заказы легко и просто, я показывала каталоги всем подряд, друзьям, родственникам. Я не ходила, конечно, не работала с незнакомыми людьми, но я показывала родственникам. У меня есть мама, папа, свекор, свекровь, у меня есть брат, сестра, у меня есть жена у брата и так далее. Делали заказы, делали заказы хорошие, с миру по нитке получалось даже 100 баллов. Катерина, это надо побывать на вебинаре для новичков или по вторникам 14.00 правила построения ведет старший директор Олечка Дубяга, она все расскажет. Нет, я не искала холодной контакты, чтобы продавать, потому что у меня много родственников и вы по мне видите, что я разговорчивый человек, да, и я, как вам сказать, легко находила общий язык. 50 баллов нужно для того, чтобы получать выплаты. С 50 баллов идет скидка 26% от цены каталога. И так далее. Очень много привилегий за 50 личных баллов. Вот, ну смотрите, к примеру, да, вы директор, вы директор, вы зарабатываете свои, ну давайте возьмем в среднем 30 тысяч, да, и вам надо сделать заказ на 4 тысячи рублей, да, 26 вам на руки, да, то есть я думаю, что 50 баллов делать это легко, легко, да. Далее, значит, к оплате остальное, конечно, я оплачивала, то есть если я сделала заказ на 4 тысячи рублей, я платила 1400 рублей за счет списания объемной скидки, да, вот. Это тоже весело, это тоже здорово, это тоже классно, и мне, конечно, очень понравилось. С того уровня ко мне присоединился работать уже муж, когда я начала забирать объемную скидку, потому что он притащил домой две здоровенные коробки и сказал, что мы жрать-то будем, да, вот он прям так и сказал, да, я понимаю, что это некультурно, что это некрасиво, но он так мне прям в глаза, Аня, что мы жрать будем, как шлепнул коробка, я помню, даже один шампунь разбился, как шлепнул коробка, говорит, что говорит, мы, говорит, что, говорит, шампунь на хлеб намазывать будем, я рассмеялась, сказала, говорю, что я заплатила всего 1400 рублей за заказ, он говорит, за это 1400, я говорю, милый, я еще половину продам, я еще половину продам, говорю, мы еще в плюсе с тобой будем, я говорю, 1400 я верну через пару дней, он говорит, как, да, то есть, вот таким вот образом мой муж сел изучать маркетинг-план, и низкий поклон моему мужу за то, что он меня поддержал, и пришел ко мне в компанию Фаберлик, и разрешил мне вести вебинары, все вы знаете, кто в компании давно, я веду вебинары 6%, мы основали активный рост, и я его одна, практически одна, вела целых полгода, помогал только Коля вести маркетинг-план, да, сейчас активный рост ведут все, до этого, конечно, нож на мои плечи легла, да, и я вела активный рост почти что год одна, да, потом уже низкий поклон нашим директорам за то, что они такие умнички, они стали вести вместе с нами. Вот, 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 Эльфира, вот то же самое, да, я вас, конечно, рассмешила, но такая история была, мы ее сейчас вспоминаем со смехом, а тогда в прихожей я так стояла, говорю, тихо, 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 знаете, на самом деле, пыталась успокоить, и там были такие громкие крики, да, 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 вот, спасибо огромное за комплимент, очень приятно, и так, вы, так как мне не поступало предложение работать через интернет компанию Фаберлик, Инна была первая за год работы моей прошлой компании в интернете, хотя там была норма охвата 5000 человек в день, да, на прошлом интернет-проекте, я понимала, что охватывая 5000 человек в день, меня никто не звал Фаберлик, ну, чудеса, и я вот, поэтому и написала тут сейчас, что низкая конкуренция, и на самом деле, компания Фаберлик 20 лет скоро будет, это очень мало, это очень мало, нам еще на рынке с вами быть и быть, еще куча соцсетей неосвоенных, которых нас вообще нету, можно идти туда с легкостью, да, вот, ну, у кого не верит муж, тот поверит, до 15% бизнес принадлежит жене, а с 15% бизнес становится общесемейным, это так всегда, мусина, поэтому, мусина Анастасия, Анастасия, извиняюсь, да, это так всегда было, есть и будет, да, но поверьте, к нам очень много мужчин присоединяются, приходят на бизнес и растет, и у них нет никаких сомнений, растут уверенно, да, поэтому мужчина мужчине еще раз, кто-то не любит видеть выгоду, а кто-то все просчитает, придет и не ошибется, ага, ну, да, в принципе, мой тоже не верил, вот, скоро оформим семейный контракт и получим, отлично, Машенька, ага, ага, отлично, подарочки, это круто, это отдельная тема, у нас их в компании Фаберлик столько, что можно в них на самом деле запутаться, и это так и есть, да, ну, и конечно, я познакомилась с системой работы Николая Андрейко, это дублицируемая система работы, а вы сами знаете, что самая лучшая система для работы, это когда новичок пришел и может повторить ваш успех, да, когда новичок пришел и может по инструкциям обучаться, когда новичок начинает расти, да, по этой системе, это самое главное, да, чтобы система работы была дублицирована, чтобы ваши люди могли ее повторить, да, вот, и тут, конечно, Коля, когда мне скинул на почту файл системы работы, я увидела, как все просто и что я эту систему могу повторить и люди, которые придут, могут обучаться по этой системе, у Николая был тогда уже свой сайт, сейчас его уже нет, он создал другой, лучше, круче, понятнее, но тогда, да, когда мы начинали, тоже был сайт, тоже Коля создавал, старался, вот, значит, самое интересное, что у нас был спор про тестирование на животных, вот, потому что в интернете, когда я смотрела, тестируется ли компания на животных, половина писали, да, половина нет, и может быть, вот, они на животных тестируются, ты же кричала, что те, кто тестируется на животных, в бок, почему ты, почему ты пошла, да, и я говорю так, погоди, говорю, не кричи, я говорю, если тестируется на животных, я не пойду в Фаберлик, если не тестируется, я иду, хорошо, хорошо, мы зашли на официальный сайт и прочитали данную информацию, что испытания проводятся в пробирке методом инвитро, то есть не тестируемся, да, то есть самое такое интересное, ой, Даша, молодец, да, то есть семейный контракт, это все, семейный контракт можно заключать с 15%, если у кого-то одного из вас открыты ИП, да, туда можно присоединить мужа, жену, еще кого-то, да, дочку можно присоединить, это сейчас тема, как бы, ну, не просто не для новичков, это тема уже для лидеров хотя бы от 12%, чтобы лидер готовился к семейному контракту, сейчас смысла нет, вас не объединят до 15%, нужно сначала результат показать, да, вот, значит, социальные проекты, эко и солнечный пёс, эко – это озеленение планеты, то есть компания Фаберликсаде деревья озеленят нашу планету, а солнечный пёс, эту программу сейчас убрали, но она была, и компания помогала деткам с ограниченными возможностями, на тот момент, когда я пришла 2 года назад, это было, значит, компания передается по наследству, это очень важно, производит свою продукцию по стандарту сертификату качества GMP, это стандарт высшей оценки и выше нету, качественной оборудования нету, и это тоже очень приятно, поверьте, это супер, когда я это узнала, также компания, я тут не вписала, но производит свою продукцию по всем ГОСТам, стандартам и СанПинам, причем даже детскую одежду, да, то есть обязательно сертификация проходит детской одеждой, да, не только продукции, вот, также компания держит цены до сих пор, тогда цены были смешными, да и сейчас они стали смешными, продукцию такого качества, вы попробуете купить в магазине, да, обычный шампунь нормальный, среднего качества в магазине сейчас стоит 200 рублей, так ведь? Так, допустим, у нас в компании шампунь точно такое же качество, я сидела, сравнивала вот эти вот результаты, да, то есть сравнивала все вот это вот, сидела, перечитывала, да, идентичный состав, у нас 88 рублей, можно урвать по акции нашу серию эксперт, да, и тут, конечно, очень важно понимать, что зачем вы переплачиваете, да, то есть как организована продукция доставки в магазин, с большого склада на более мелкий, с более мелкого на еще более мелкий и потом уже в магазин, и все эти этапы, да, проходят там наценки 3, 4, 5, 6 наценок, да, смотря с какого, куда, докуда, да, то есть это импорт, откуда-то еще что-то, да, а тут у нас с вами сразу напрямую лидер получает свои заказы через почту на АП напрямую от компании, мы миновали сеть накруток, да, у нас небольшая накрутка идет, вот. Дарина, да, мой муж тоже пользуется серией, как раз вот с мсхом, да, хороший очень шампунь, забыла название, если нужно, там вот ящичка стоит рядом, я вам его покажу, если надо, на самом деле. И, конечно, у компании очень много наград, компании очень много наград и награды достойные такие, да, то есть права потребитель качества обслуживания, да, то есть самая хорошая косметика, там, для дома. Мы побеждаем на FIFI Russian Awards, да, то есть это тоже очень приятно, то есть награды такие, которые вот на самом деле ценятся. Шампунь показать. Так, он у меня всегда с запасом, это шампунь Bioartic с адстрактом белого сибирского мха, артикул 84-78, такой вот шампуньчик. Он у меня всегда в запасе, штуки три всегда стоит. Это муж у меня им пользуется и он очень похвалил, очень похвалил. Да, то есть вот такая вот прелесть. Этноботаника, у меня дочка ее любит, я пробовала, но я им не регулярно моюсь, сказать эффект не могу, к сожалению. Итак, в компании также я узнала, что есть VIP, тогда с уровня VIP 12 компания подписывала людей под нас. Сейчас компания под нас подписывает людей с уровня VIP 1, если вы прошли тренинг, да. И, конечно, это просто замечательно. Компания нам сама отстраивает НК новых консультантов, да, и ГОНК, групповый объем новых консультантов. То есть компания под нас регистрирует людей в первой линии. Вот. Нету такого ни в одной компании. Так ведь, дорогие коллеги? Давайте сейчас про бизнес, про бизнес. Я хочу, чтобы вы были уверены, так же, как и я в компании. Да, нету такого ни в одной компании, и это надо понимать. Далее, значит, очень удобное построение структуры, очень умный маркетинг-план. Если вы желаете строить одну веточку, одну цепочку из, к примеру, разных стран, тут нет никаких преград. Мы регистрируем все страны в одну цепочку. Не надо открывать никакие посторонние кабинеты, ничего не нужно делать. Вся структура вглубь хорошо просматривается. Выплаты за международные регистрации задержек нету. Да, в этом каталоге новичок, к примеру, из другой страны сделал заказ, по окончанию этого же каталога вы получаете выплаты. Не нужно отслеживать тех, кто терминируется, что там цепь, если терминировался кто-то в цепочке, да, не нужно бояться, что кто-то куда-то отсоединится, кто-то куда-то пропадет. Это сильно. Это сильно, и это классно. Это для бизнеса просто необходимо иметь уверенность в том, что вы строите, и вам не надо вот это ничего отслеживать. Это просто супер, дорогие коллеги. Вот. Это я очень хорошо оценила, и это я узнала по созвоне Коли, да. То есть, вот. Далее, значит, поездки на международную золотую конференцию. Я узнала, что они есть у нас, и лидеры ездили в Китай. Мне очень хотелось ехать в Китай, но я тогда была еще старшим директором, была мала, и так хотелось ездить. Но ничего страшного. В этом году мы ездили в Шри-Ланку, и я думаю, вам всем тоже, кто не был, очень хочется побывать. Мне кажется, что очень хочется, потому что в 2017 году мы едем в Доминикану, а в 2018 году, извините, тут не исправила, мы уже едем на ассамблею. Вот. Поэтому нам есть куда расти, и компания за нас оплачивает. На самом деле, шикарные, дорогостоящие поездки в экзотические страны. Мы отдыхали 10 дней. Вы представляете? 10 дней. Один номер пятизвездочный, сколько стоит, да. И ездила около 200 лидеров. Чуть меньше 200, ну, примерно такая сумма. Да, и, конечно, что мне понравилось, уже после регистрации, я, конечно, зарегистрировалась без проблем, все хорошо, но я изучала дальше компанию. Вот. И мне хочется сказать, что работать с нашим кабинетом это одно удовольствие. Во-первых, сообщество, через которое мы можем оповещать своих новичков обо всех новостях, да. Нам не нужно заводить там отдельной почты, еще что-то, да, вот именно для оповещения, допустим, приглашения на вебинар. Вы заходите сверху в конвертик, смотрите, открываете и видите. Распечатки. Очень прозрачные, хорошие распечатки. Кто их хоть раз распечатывал? Есть лидеры на вебинаре, которые распечатывали распечатки? Распечатки есть все. По личной группе, к примеру, да. Какой новичок, по какому шагу новичок идет? Пробный, первый, второй, восьмой. Без разницы. Вот, да, распечатка по личной группе. Какому новичку какие подарки положены, да. Все будете видеть, желтенькие. Кто у вас терминируется из структуры, да. Супер, отчеты супер. Вы их скачиваете в Excel, сортируете, да, желтеньким пачку писем отправили, удалили, красненьким пачку писем отправили, удалили. Тем, кто ни разу не делал заказ, даты регистрации не стоит, им положен подарок новичка, отправили пачку, отработали, да. То есть, очень удобно. Распечатки – это просто супер. В нашей компании очень удобно работать со всеми отчетами в глубину. И первую линию есть отчеты, везде есть, да. Вот, посмотрю, плюсики есть, да. Все, отлично. Еще, пожалуйста, не буду прерываться, но отпишитесь, у кого висит, у кого не висит, пожалуйста. Я не могу понять, мне может быть перезайти, или это просто у кого-то слабый интернет. У кого висит, отключайте все. Скайп, майл-агенты всякие, лишние браузеры, все отключайте. У кого висит, значит, слабый интернет и вебинарная комната не справляется. Вебинарная комната кушает много, поэтому выходите, перезаходите, все отключайте, и у вас будет лучше. Иногда, да, висит. Ну, висит у меньшинства, да. Ну, значит, тогда продолжаю, я не буду перезаходить, да. Хорошо, отлично. Спасибо вам огромное. И, конечно, очень часто выходят на данный момент профессиональные статьи, которыми мы можем делиться. И это тоже важно, да. То есть, компания сама рассказывает о своей продукции. Компания проводит вебинары по своей продукции. Завтра у нас 4 вебинара, 2 из которых для нас проводит компания, да, про D&S MC в 12 часов. И вечером в 20.00 девушка Лилия Евстигнеева, рубиновый директор компании Фаберлик. У нее есть собственная клиника. Она профессиональный косметолог с несколькими образованиями, если я не ошибаюсь, с двумя. И она нам будет рассказывать про продукцию в 20.00, да. Завтра мы разошлем вам расписание. То есть, вы видите, что компания с нами тоже работает, тоже сотрудничает и нам во всем помогает. И, конечно, такой компании низкий поклон, как компания Фаберлик и ее разработчикам, которые не говорят, пусть там лидеры сами зарабатывают, вот сами и ведут. Но компания нам помогает во всем. А какие шикарные акции и подарки. Отпишитесь, пожалуйста, в чат. Есть ли у вас на примете хотя бы одна сетевая компания вот с таким количеством подарков? Есть ли? Это я не встречала, я лично нет. Это просто надо ценить и просто надо уважать, как компания помогает новичкам на первых этапах. Как компания помогает вернуть вам людей в бизнес. Как компания запускает кучу различных акций, купоны, бонусы за покупку, карточки с промо-кодами, розыгрыши, поездки. Да, это помимо того, что драгоценных директоров возят, помимо того, что людей под вас регистрируют, если вы VIP, да, это просто шикарно и это нужно все понимать. И когда я уже после регистрации увидела, сколько компаний делает, я считаю, что ни одна компания этого не делает. Честное слово, я не нашла. За два года сотрудничества с Фоберлик я изучала много маркетинг-планов, я сидела, муж изучал, но нигде нету такого. И, кстати, маркетинг-план очень умный, удобный именно для лидеров, именно для тех, кто работает, да. То есть лидер может не бояться строить под ленивых и неактивных людей свои цепочки, потому что получать будут только те, у кого есть своя веточка. Да, лидер может помогать и своим новичкам. Лидер может расти один самостоятельно, да, так же, как мы вот росли, да. Да, муж ко мне с 9% пришел с уровня старшего директора, он уволился, сел дома. И мы объединили номера, да, вот примерно на старшем уровне, на старшем лиде, на старшем директоре, извините, мы объединились, да. Вот. И, конечно, маркетинг-план у нас очень хорошо продуманный. Это просто шикарный маркетинг-план, когда мы не боимся, что выплаты может забрать неработающий. Выплаты забирает только тот, кто, как вам сказать, только тот, кто работает, да, именно для работающих людей. Поэтому это просто здорово, да. Дорогие коллеги, скажите, пожалуйста, я перечислила вам те плюсы, по которым я пришла в компанию Фаберлик. Вам нравятся эти плюсы? Может быть, вы знаете какие-то свои? Напишите, пожалуйста. Может быть, я что-то упустила. Но вот именно по этим критериям я присоединилась к компанию Фаберлик. Мне придраться, если честно, было абсолютно не к чему. Я единственное, что придиралась до этого, немножко нервничала, мне не нравился ажиотаж компании, что много чего нет на складе. Компания не справляется с производством, да, вот это мне не нравилось, но потом я поняла, что мы такая компания, которую, сколько бы она ни производила, все расхватывают. И это надо ценить, что мы с вами в такой компании. Да, вот это был единственный минус на тот момент. Но сейчас я поняла, что низкий поклон такой компании, которая не справляется с производством, которая производит до такой степени хорошую продукцию, что за ней надо стоять в очередь. Где вы видели в 21 веке очередь за продукцией? Только в компании Фаберлик. Да, и это, я теперь этим горжусь. Я просто, ведь у компании есть собственный завод, собственное производство, собственная лаборатория, да, и вы понимаете, как? Да, самая лучшая компания. Сплошная каша. Да, каша, она всегда в начале, а потом через год у вас будет все одно и то же. Итак, дата моей регистрации на проекте 26.11.2014 года. Это скриншот с моего кабинета Фаберлик. Это удостоверение о том, что я открыла индивидуальное предпринимательство 17 марта 2015 года, да. Вот, также это мои выплаты, да. Это моя предпоследняя выплата. Последняя выплата поступит на расчетный счет банк мне завтра, в четверг или в пятницу они поступают. Вот, то есть выплаты поступают не сразу в первый день от начала каталога. Они поступают примерно со среды по пятницу, да. Иногда бывает, когда лидер открывает индивидуальное предпринимательство, заключая договор с компанией, то первая выплата может прийти на второй день, на второй каталог от начала, на вторую неделю каталога, извините, что-то второй раз уже заговариваюсь, от начала каталога, да. Но это бывает очень редко, да. Нам первый раз пришло второй вторник каталога. А так все ходит и бывает в среду, бывает в пятницу. Денежки приходят. Да, и, конечно, обратите сейчас внимание на то, что кому не видно, будет очень хорошо видно в записи, потому что я вижу экран 100% четко хорошо. Да, обратите внимание, да. Давайте посмотрим с вами. Первое, да, выплата 21.10. Тут выплата 11.10. То есть у нас 18 выплат в год, да. Мы не успеваем потратить то, уже пришли новые деньги. Мы не успеваем потратить то, пришли новые деньги, да. В этом каталоге нам уже придет 840 с чем-то тысяч, я забыла, да. Вот. И вы понимаете, такие деньги, да, мы уже, конечно, к ним привыкли, но мы бесконечно благодарим судьбу. Потому что когда мы начинали свое сотрудничество с компанией Фаберлик, я вам честно скажу, у нас был даже холодильник по две недели выключен. Нам просто нечего было кушать. Мои дети ругались из-за хлеба. Мои дети ругались из-за колбасы, да. И это было очень неприятно. Это было горько. И, конечно, результат быстрого роста, это благодаря нашим детям. Не надоело, что они сидят голодными. Да. Вот. На какой стадии пойдет зарплата? Обычно договор с компанией открывается с 15%. Дорогие коллеги, это же все открыто. Вы посидите, посмотрите, как подписать договор с компанией, с какого уровня. Это же все прям написано на сайте. И это ничего не спрятано. Вы прям заходите в раздел по работе, и там все-все-все по полочкам, поэтапно. Правила сотрудничества, правила открытия договора, правила регистрации, правила держания агентских пунктов. Все-все-все есть. Вы не представляете просто. Вы просто, наверное, не видели этого. Но вы посмотрите, и вам на самом деле понравится даже почитать. Все очень понятно изложено русским языком. Да, 800 рублей вот я платила, когда открывала ИП. 800 рублей, да. Вот это моя последняя выплата. Как сказать, крайняя, да. Мы с вами видим, что этот акт составлен 27.11. Так, ой-ой-ой. Промазала минутку. Сейчас верну. Этот акт составлен 27.11. Ой-ой-ой, почему так получается? Так, минутку. Третий раз. Так вот, 27.11. Этот слайд, да, ну, как вот этот вот акт. Эти акты нам компания подписывает сама. Вот мой номер ИНН. Да, вот юридический адрес того места, где я открывала ИП. И тут мы с вами сейчас посмотрим, да, то есть, сколько продукции было продано, да, сколько привилегированных покупателей заказы сделали, да, сколько я привела людей на проект с первым заказом, да. То есть, понятно, что заказ делает каждый третий. И у нас активность группы 35%, и каждый третий делает заказ, да. И вот эти вот выплаты. Вот эти вот выплаты. Да, то есть, 847 324 рубля. Акт я могу распечатывать сама. Он никуда не приходит, и я его беру в личном кабинете. Ой, дальше. Я это не знаю. Я плачу налоги 6%. У меня упрощенная система налогообложения. Я могу вам только это сказать, и все, дорогие коллеги. Что положено ИПшником, я не знаю. Я открылась. Ну, может, на упрощенке не положено. Да, это за 3 недели зарплата. За 2. Следующая будет за 2. Ух ты, Танюш, здорово. У нас двушки стоят 2 миллиона. Шикарно. Шикарные у вас цены, да. Ну, и давайте я вам расскажу о своих секретах. Может быть, это уже не секрет, но как, из чего я начинала сотрудничество, да. То есть, почему мы открыли директора за 5 месяцев, почему мы открыли старшего директора за полгода, почему мы открыли рубинового директора за год, почему мы ровно за 2 года работы подтвердили элитных директоров, да. Это быстрый рост, да. То есть, у нас, дорогие коллеги, на самом деле быстрый рост. И мы заняли номер 1 по росту в России. И сейчас мне хочется вам сказать, что мы все начинали правильно, и мы все делали правильно, раз мы пришли к такому результату. Вот, и, во-первых, я начала относиться, соответственно, к компании, да. То есть, я не пришла попробовать, я пришла делать, да, это надо понимать. Вот, я поняла ее мощь сразу, еще до регистрации я начала разбираться и понимать, то есть, да, что у нас официальная зарплата, что профессия менеджер сетевого бизнеса внесена в госреестр, да. То есть, мы выпускаем продукцию по гостам, санпинам, что у нас белый доход, прозрачные выплаты, что мы платим налоги, что у нас идет стаж, что мы передаемся по наследству, да. Бесконечно можно говорить, говорить, говорить. И самое главное, прийти с уверенностью начать строить свой бизнес, а не просто так попробовать, да. Вот, и это самое главное. Если вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь к своему наставнику и скажите, меня смущает вот такой-то момент, расскажите мне о нем, пожалуйста. И ваш наставник вам расскажет. Если ваш наставник некомпетентен в данных вопросах, не молчите, пишите своему вышестоящему директору и спрашивайте у него. Да, не тестируйте на животных, тоже важно, тоже важно, Кристиночка, очень-очень, да. И, конечно, с этой же уверенностью уже, да, я начала целенаправленно ходить на вебинары, я начала целенаправленно впитывать все, да, потому что я ничего не знала о компании. Знание о компании – это мощная поддержка при работе в соцсети. Когда вам есть, что ответить человеку, вы будете просто сами в себе уверены, ваша речь будет увереннее, да, понимаете, что вам нужно на самом деле узнать о компании от и до, чтобы очень хорошо рекрутировать в соцсетях, в группах и так далее, да, на досках объявлений, где бы вы не рекрутировали. Да, и пока я набиралась знания о компании, я массово создавала странички. Я создавала каждый день по одной страничке в каждой соцсети. Я до сих пор, по сей день считаю, что живое общение через соцсети с людьми приносит самый крупный, хороший, качественный, результативный рост. Я так считаю. Вот, и, конечно, я начала создавать каждый день по одной страничке в каждой соцсети. Я покупала сим-карты. Сейчас есть сайты номеров, раньше я про них не знала, я покупала сим-карты. На одну страничку, на одну сим-карту я создавала 4 странички в день. Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир, Фейсбук. Мой мир мы сейчас не создаем, да, мы сейчас создаем лучше Инстаграм или, да, Фейсбук. Далее, значит, за неделю я надела 28 страниц, за каталог у меня получилось уже 84 страницы, да, потому что по 4 в день, за 2 каталога 168 страниц. То есть за 42 дня я сделала всю базу для работы, создавая, уделяя этому 15 минут в день. 15 минут в день я уделялась для создания базы для работы, да. То есть я считаю, что это несложно и те, кто знает, зачем он пришел, он создаст это легко, так же, как и я легко создала. Далее, мой опыт показал мне, что самый качественный рост это не через сайты, блоки, формы подписки. Если это у вас есть, супер, супер, это супер. Самый хороший рост это канал YouTube и живое общение в соцсетях с людьми, да. Вот, я считаю так, параллельно с рекрутингом я начала создавать различные ролики, обучающие для команды, для рекрутинга, для себя, по продукции и так далее, да. То есть то, что я не знала и не умела, как новичок, но я видела, что этого ролика не хватает, я шла к Коле, и Коля создавал ролик, он мне помогал. Да, то есть и так началась создаваться наша система работы. Конечно, выход из зоны комфорта, это очень важно, выйти из зоны комфорта, чтобы понять, куда вы идете. Вам нужно активно поработать и потом пожинать плоды. Медленно работать, это медленный рост. Если вы хотите быстрого роста, да, допустим, у нас есть девчонки, да, которые быстро растут, да, то есть, допустим, взять пример. Есть лидеры, которые 10 лет идут до старшего директора. Есть лидеры, которые 20 лет идут до уровня серебра, да. Чтобы с вами такого не случилось, вам нужен четкий алгоритм действий, который вы будете выполнять ежедневно. Вам нужно постоянство, и вы должны быть уверенным в себе человеком, и чтобы ваши лидеры были в вас уверены, да. То есть вы не должны куда-то пропадать на 2 недели, да. Как у нас новички придут, зарегистрируют пятерых человек, бросят их, придут назад. А те люди, которых они зарегистрировали, уже ушли. Они начинают искать новых, а потом говорят, ой, я в компании год, я не могу вырасти, извините меня. Постоянство – это постоянство. Если вы бегаете туда-сюда, если такие случаи были, то выхлоп-то совсем другой. Лидеры, которые к вам пришли, они в вас уже не верят. Поэтому выход из зоны комфорта – самое главное. И, конечно, я вам сейчас хочу сказать, что сбылись мои мечты. Я очень боялась вести вебинары, я стала бесстрашной. Я теперь их вообще не боюсь вести. У меня отлетает от зубов, как вы видите, как доказательство меня сейчас перед вами. Я ужасно боялась их вести. Меня трясло, в пот, в жар бросало. Я пила таблетки от давления. Я пила успокоительный персен, да. То есть чтобы провести вебинар. Мне было очень сложно. Так как я вела вебинары 6%, ко мне очень быстро пришел успех. В меня быстро начали верить люди. Я приобрела страсть, потому что я увидела, что я расту. Я начала пить БАДы, я начала чувствовать себя лучше. Я приобрела в компании Фаберлик не только бесстрашный успех, веру и страсть. Я приобрела здоровье. Я приобрела уверенность в том, что я могу давать эти свои обучающие ролики людям, и они будут расти, раз я расту. Я могу давать витаминки своей дочке, раз мне они помогли. То есть уверенность со всех сторон, с какой ни посмотри. Независимость. Очень приятно зарабатывать больше мужа. Очень приятно, поверьте, очень. Конечно, бесстрашие уже было. Азарт. Азарт. Самый натуральный азарт. Я снимаю ролик, его смотрят, он приносит результат, и я хочу снимать еще больше. Мечты. У меня появились мечты. Я стала мечтать о своей собственной квартире. Я поняла, что все преграды у нас в голове. И что если вы будете мечтать о чем-то, что вам действительно нужно, и будете идти к этой мечте, она у вас будет. И мы купили трехкомнатную квартиру в августе этого года. И я решила, раз я добилась квартиры, значит, я скину 20 килограмм. Те, которые я приобрела после родов. И я скинула 20 килограмм на нашей системе управления весом. И сейчас я уверена во всем, за что бы я ни возьмусь, у меня все будет получаться. Потому что у меня уже такая энергетика. Потому что я из неуверенной в себе девушки превратилась в уверенную в себе женщину. То есть я стала совсем другой. Фаберлик меня изменил. Фаберлик сделал меня лидером. Зона комфорта, что это такое? Я 100 лет назад как забыла. Как забыла и вообще. Меня, знаете, поперло, появился этот азарт, это желание работать. И все. И я пошла, и поехала, и поехала. И я чувствовала себя нужной. И мне это очень нравилось. Вот с этого и начиналась моя история успеха. Конечно, как и у всех, у меня был плачевный опыт. Я обучала не тех, кого нужно, люди уходили, а тех, кого нужно было обучать. Они матушке росли одни, я на них внимания не обращала. То есть я не умела делать акцент на людях, тратила времени на тех. То есть это было. И, конечно, за первые два каталога я провела 54 регистрации. Те, кто ходил на мои вебинары, я показывала распечатки. Это было давно, более года назад я эти распечатки показывала. Как из 54 человек трое сделали заказ. Да? Да я четвертая. То есть 54 человека в структуре и 50 заказов мне сделали. Конечно, я оптимист по жизни. Я оптимист по жизни. И тут я всмекнула, что я за заказ 4 человек вышла на 3%. Мне там сколько-то баллов чуть-чуть маленько не хватило. Я уже вышла на 3%. И думаю, нифига себе, всего 4 человека, и я уже на новом процентном уровне, на первом. Думаю, отличный ассортимент. Потому что я начала спрашивать у людей, что вы заказали. Кто-то платье, кто-то порошок, кто-то заказал подводку. То есть кто-то заказал омегу. То есть заказы разные. За счет широкого ассортимента мы с вами, даже если у нас мало заказов, и мы не умеем доносить акции, заказы будут делать все равно. Но я, конечно, смекнула, что это дело во мне, что 50-то человек у меня не отработаны. Что же это за процент активности такой? Надо что-то делать. Я начала смотреть на канале YouTube ролики. Тогда была одна, по-моему, Наталья Петрова, такая, знаете, красивая черненькая женщина. Очень хорошо ведет, у нее очень хорошо поставлена речь. Она такая умница, красавица. И она очень хорошо рассказывала по продукции. Я копировала ссылочки на ее ролики и рассылала их по сообществу, по почте через рассылку, которой сейчас нет. Раньше была рассылка смарт-респондента, сейчас ее закрыли. Мы через нее рассылали, да, то есть 5-е, 10-е. И вы знаете, и ей просмотры, да, ее YouTube-канал пошел вверх, да, это хорошо. И мне как бы знания лидеров о продукции. И начались заказы. Вот все так просто. Я рассказывала о бизнесе, но не рассказывала о продукции. После этого я поняла, что нужно рассказывать не только о бизнесе, но нужно рассказывать и о продукции, да. И, конечно, я начала снимать свои ролики, да. То есть начала рассылать письма, поняла, что письма работают, да. То есть и сейчас мои действия заключаются в том, что я снимаю ролик, провожу не менее одной регистрации в день, да. Не менее. Это приоритет. Приоритет. Одна регистрация в день, потом все остальное, да. И как бы веду вебинары, да. То есть вот это и есть алгоритм действий успешного лидера, который хочет быстро расти, да. Ролики, проведение вебинаров и регистрация одна в день как минимум. Конечно, у нас было и по три, и по шесть регистраций. Один раз у нас было девять регистраций за один день. Представляете, девять. Да, написано, что компания работает в 42 странах. Еще, что я поняла, это то, что я общалась не с теми людьми. Я общалась с теми, кто любит реветь. Да, вот мы гуляли с подружкой, она, ой, мой муж нифига не приносит денег в дом. Я говорила, да, мой тоже нифига не приносит. С одной работы уволился, на другую пошел, на ту не взяли, а на этой уже поздно назад возвращаться. Да, вот опять без денег сидим, да. У Антона была такая ситуация, он очень сильно переживал, вот. И он очень сильно искал работу, да. Мы пережили на самом деле очень трудные времена до Фаберлик. И я вам хочу сказать, что сейчас я советую вам слушать людей, у которых есть опыт, у которых есть результат. Чем больше опыта и меньше негатива, тем более правильные шаги мы делаем к успеху. Тем сильнее мы прислушиваемся к советам успешных людей, да. Вот, и это очень-очень важно. Катюша хорошие ролики, да. Вот, очень много кто сейчас ролики снимает, молодцы, рассылают по своей команде. Умнички, работайте. Вот, и, конечно, сейчас я вам расскажу, что же мы успели за два года. Первая наша поездка была в Сочи. Мы съездили в Москву уже четыре раза, извините. Так, мы получили семь квалификационных бонусов. В сумме это 1 миллион 407 тысяч 500 рублей. Да, мы вышли на выплаты 340 тысяч русских рублей в каталог. То есть это 18 раз в год. В нашей команде более 22 тысяч лидеров, да. Это просто шикарно. Екатерина, я вас зову на вебинары в активный рост. Да, то есть это результаты наши за два года. Вот такой вот под итог. Это ассамблея в Сочи. Мы туда ездили втроем. Коля, я и Антон. Вот. Первый раз я полетала на самолете. Это тоже было здорово, великолепно. Первый раз посмотрела своему наставнику в глаза. Вы представляете, первый раз. Вот. Далее, значит, у нас была поездка на первое мое награждение в Москву. Я туда ездила одна, но ко мне тоже приехал Николай. Вот. И мы вдвоем там были. Значит, второе награждение прошло у нас в городе Кирове. Да, то есть на ассамблее меня в Сочи не награждали. Я была открытым старшим. Второе награждение в городе Кирове уже с уровнем старшего директора. Тоже на сцене. Нас поздравили, похвалили, вручили цветы. К нам приезжала Анюта Скопина, Лена Шитова, да. Алена Шитова, да. И, конечно, было здорово, приятно. Я немножко поревела на сцене. Вот. Третье награждение это было на празднике в Кирове. Нас наградили как лидерами по объемной скидке. То есть мы были на тот момент четвертыми по объемной скидке. И нас наградили как лучших рекрутеров. Далее, значит, пятое, это было новоселье. Как раз-таки мы тоже встречались. Конечно же, к нам приехал Николай Андрейко. Конечно же, к нам приехали лидеры из Кировской области. Тут и моя сестра, и семья Исюниных, и семья Скопиных, да, Аня с Богданом и так далее. Это тоже здорово. Тут и дочка моя очень рада. Она получила свою комнату. У нее теперь есть своя комната. Ребенок очень рад. Да, и далее, конечно, это поездка на второе награждение в Москву. Там мы уже ездили вдвоем с Антоном. Мы привезли три чека, три драгоценных, как вам даже сказать, три драгоценности, которые компания выдает. Первый – это простой золотой. Второй – это белое золото с одним бриллиантом. Третий – это белое золото с двумя бриллиантами. Да, то есть такие значки за подтверждение компания выдает. Такие значки за подтверждение компания выдает. Вы представляете? Не только чеки, не только картонку, не только премию, но еще и такой значок с настоящим бриллиантом. И по кругу. Вторая ассамблея. Тут нас уже было много. Я привезла на ассамблею свою сестричку. Я так была рада привезти свою сестричку на ассамблею, Танюшку. Она открыла директора. Вот ее поздравили с подтверждением директора. Да, это здорово. Первый раз мы увиделись с международной структурой. Лидеры были с Украины, с Казахстана, с Белоруссии. Да, и это просто шикарно, это просто невероятно. Там же мы узнали, что мы заняли первое место по росту в России. Да, то есть по групповому объему. Там же нам вручили чек за бриллиантового директора и золотой значок с тремя бриллиантами. Ой, как здорово, как здорово. Я эти вот... Любая женщина, я думаю, любит драгоценности. Вот. Далее, значит, второй региональный форум. Он уже проходил в Нижнем Новгороде. Мы получили награду «Лучшие наставники». Вот она у меня в руке, стоит на видном месте. «Лучшие наставники» называется. «Бриллиантовый директор по росту продаж» Анна и Антон Кононовой. Классно, классно, приятно, шикарно. Тоже немножко поревели, потому что тут я выступала первый раз вживую, с микрофоном в руке, перед аудиторией 500 человек. Очень волновалась. Это был мой первый опыт. И, конечно, я очень переживала. Также у нас было свидание с лидерами. Я поводила Катюшку немножко по Нижнему Новгороду. Конечно же, свозила свою красавицу в аниме-магазин, потому что она очень любит всякие эти анимашки. Гуляли. Вот видите, с совами мы с ней пофотографировались. Вот верхняя фотография. Это моя красавица. Посерединке мы, все лидеры. Ко мне приехал Коля на форум, подарил мне 33 розы на сцене. Лидеры мои устроили мне такой обалденный сюрприз. Господи, как же это было приятно. Потом мы летали на форум в Украину. Нет, ездили на поезде. Также я отметила там свой день рождения. Я побывала в гостях у наставника. Я первый раз повидалась с Танюшкой Сафроновой. Первый раз я, первый раз в своей жизни, я увидела, как мои лидеры выходят на сцену и получают чеки. Анюта Атамась получила чек и Оксана Рущак получила чек. Старший директор и директор. Вот это высшая награда. Я сидела, вы знаете, у меня не было слов. Я была такая счастливая. Это, я даже не знаю, как это описать. Вот я сейчас опять зареву. Это очень приятно, когда ваши директора получают чеки. Это, я не знаю, это награда для лидера. Очень такая высокая. Да, в Нижнем Новгороде меня ждали огромные сюрпризы. Но вот самый главный сюрприз, это когда мои девчонки встали на сцене. Также мы отметили там день рождения. Мои наставники, Коля и Таня, подарили мне 33 белых розы. Да, и это тоже было очень-очень приятно. Хотя я отмечала свой день рождения далеко от семьи. Я ездила туда одна, без дочек, без мужа. Но все равно мне было одиноко. Да. Детки были с нянечкой. С нянечкой, очень хорошая нянечка. Мы с ней знаем давно. Она знает меня с детства. Мы с ней живем в одном подъезде и так далее. У нас очень хорошая нянечка. Вот. Еще была одна поездка. Это все за два года работы. В форум Беларусь была поездка. Вот. И вы знаете, там мы тоже повидались с лидерами. Тоже приезжал Николай туда. Мы уже ездили вместе с Антохой. Тоже с лидерами мы ни разу не виделись. Тоже было здорово, классно, приятно. Мы ходили по ресторанам. Мы гуляли, да. То есть по городу Беларусь очень красивый, просторный город. Да, Украина. Там узенькие улочки, красивые домики такие все. А Украина, они... А Украина, она опять-таки такая... Не Украина, а Беларусь, простите. Она такая просторная. Там перед каждым домом чуть ли не футбольное поле. Да. Вот такой Минск. Вот. И, конечно, последняя поездка в этом году, да, это Шри-Ланка. Но все, до Нового года мы, слава Богу, никуда не собираемся. Это Шри-Ланка. И тоже было здорово покормить брундучков, обезьянков, слойников. Было здорово посмотреть на змей, на варанов, на туканов, которые воровали там пачки с чипсами. Было, конечно, прикольно пить каждое утро кофе и загорать на солнышке и смотреть на океан. Это шикарно. Прикольно было жить в пятизвездочном отеле. Прикольно было видеть тех, кто самый успешный, да. Вот давайте с вами сейчас я вам приведу пример людей, вот которые у нас с вами внизу. Вот Николай Андрейко, да, он получил награду как самый быстрорастущий, да, на Шри-Ланке. Мы тоже получили награду. Танюша с Колей заняли тоже место. Так, минутку забыла. Так, у нас четвертое место. У Танюши, по-моему, пятое, у Коли, по-моему, десятое. И третье место получила Наталья Зарипова. И Кумийчук Наталья тоже получила какое-то место. Это бриллиантовый директор, наставник вот этих двух красавиц быстрорастущих, да. Вы представляете, мы поехали на Шри-Ланку и там столько успешных лидеров. Там же нет никого ниже золота. Вы представляете, какая энергетика. Какая энергетика. Какую вы получили, мы получили энергетику. Какой мы получили заряд бодрости. Сколько мы увидели всего того, чего мы вообще в жизни не видели никогда. И это просто, знаете, нет впечатлений. Свои впечатления я уже не буду сейчас терять время. Я рассказывала на вебинаре Турное по странам. Также рассказывал Николай, как мы ездили. Я думаю, это круто, да. Согласитесь, дорогие коллеги. Мы обколесили, по миру поколесили, Украина, Беларусь. Не знаю, ехать, не ехать в январе в Казахстан. Очень бы хотелось ехать, но пока, мне кажется, я не смогу поехать. Пока не знаю. И, конечно, что мне хочется вам сказать. Это предпоследний слайд. Я за два года работы на проекте получила намного больше, чем ожидала. Я получила не только деньги, за которые мне пришла. Я получила радость за лидера, признание, успех. Я получила гордость своей старшей дочери за себя. Моя дочка всем всем рассказывает. А моя мама директор. Моя мама директор компании Фаберлик. Вы представляете, как это шикарно, когда ваши дети вами гордятся. Это просто невероятное ощущение. Это желаю каждой мамочке, каждой папочке испытать это чувство, когда ваши дети будут вами гордиться. Мы купили полностью уже, я тут немножко не исправила, что мы купили трехкомнатную квартиру, мы сделали в ней ремонт. Мы ее полностью обставили. Мы купили всю бытовую технику новую. Мы купили все гаджеты новые, компьютеры, все, 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 все. Мы уже можем много что покупать. И самое интересное, что я побывала там, где даже не мечтала, что я когда-то побываю. И в завершении мне хочется сказать, что мне дает силы на рост на все. Это ваша вера в проект. Спасибо вам огромное, дорогие лидеры, за то, что вы такие молодцы, за то, что вы такие умнички, за то, что вы тоже хотите расти, за то, что вы тоже хотите зарабатывать. И, конечно, вы обязательно полюбите свое дело, если оно вам начнет переносить деньги и результат. Да, уже практически все. Вот. И Фаберлик у нас с вами стал новый, модный, как раз для нас. Скоро выпускается коллекция от Юдашкина. И спасибо вам огромное за внимание. Да. А мне очень нравится, что вы ко мне пришли. Спасибо огромное. Да. И вам спасибо. Желаю всем роста, удачи, везения и во всем вдохновения, дорогие. Спасибо.